Смертный полк И существует Бессмертный полк И не важно На параде, нашествии Или же за семейным столом Что казалось бы проще Вот поставил человек на стол Портрет человека Своего предка Собрал детей, родных Вот он и Бессмертный полк Вышел он во двор Вместе с соседями Вот вам Бессмертный полк Пошел он в парк, пошел он на набережную Вынес стол Собрал друзей Родных, знакомых, соседей Просто единомышленников Сели Вспомнили Помянули Попели песни тех времен В конце концов поговорили Между собой и рассказали друг другу О своих дедушках Ведь согласитесь, по большому счету Ведь каждый человек, который идет с портретом Он внутренне У него есть такое желание Не только понести С гордостью его паркет Но еще кому-то рассказать О нем Кто он такой был Почему он был такой хороший человек Вот, собственно говоря, и все Поэтому места, где можно проводить Бессмертный полк Их мест Очень много И нашествий И, собственно говоря, в любом том месте Где человек желает собраться Мы предлагаем 9 мая В полдень Позвать своих друзей Соседей Родственников Выйти Во двор На набережную В парк Куда угодно Где вам угодно Со портретами Своих дедов Прадедов Отцов И поговорить Рассказать Хотите столики Возьмите с собой Поставьте там Какую-то закуску Еще что-нибудь Расскажите Помяните Лично мы собираемся С друзьями 9 мая В 12 часов На Рыбатском проспекте 12 Там есть замечательный парк Рядом ДОТ Времен войны И на Рыбатском проспекте 12 В 12 часов 9 мая Мы будем рассказывать О своих В своем кругу О своих Дедах Я буду О своих двух дедах Которые оба погибли Во время войны Приглашаю всех Кто присоединится Ну присоединится Морально Не обязательно В Рыбатском Можно выйти На Петропавловскую крепость Можно выйти В свой двор Можно выйти В какой-то ближайший Там парк Главное Чтобы вы поговорили О своих дедах Ведь это все Это так сказать Предложение все Из тех стародавних времен Когда Скажем Я жил В Деревянной Граде И За 9 мая За столом Садились фронтовики И начинали спорить Горячиться Плакать Рассказывать Когда Сильно Разгорячаться Дедушка Выносил гармошку И они начали петь Опять же Плакать Собственно говоря Ну Они проговаривали Наверное Проговаривали себя И было огромное Количество Детей Которые сидели Ажевский фронт Слушали Именно из-за того Что мы слышали Мы наверное Собственно говоря И запомнили Их истории И из-за этого Наверное Появился Бессмертный полк Хотя Еще раз говорю Это лично Дело каждого Альтернативы нет Просто Здесь наверное В этой истории В этой истории Чуть Больше души Мы предлагаем Вернуться к тому С чего все начиналось И ровно в полдень Девятого мая Поговорить О своих Фронтовиках Там где вам удобно С тем с кем вам удобно В 12 часов Девятого мая Начните говорить О своих Дедах и прадедах Это возникла идея Что вот Ну то что Игорь начал Начала появляться Формализация Где И вот 74% Людей Которые вам Звонили на горячую линию Как раз против Этой формализации И Нужно как раз Что-то им Вот Дать Какую-то Идею Где вот действительно Вот этот порыв души Можно реализовать Вот Оставить на сайте Это тоже в общем-то В разряде этих идей Только Людям очень хочется поговорить Мы же Все Люди Социальные Нам важно Не просто В эфир Какой-то бесконечный А рассказать Увидеть в глаза человека И поговорить Мой дед такой классный был А бабушка Она вообще От станка не отходила Чтобы вот Я сегодня жил Вот я хочу И просто Сказать большое спасибо Вот А что ты А как у тебя было Расскажи Вот этот диалог Хочется чтобы Опять продолжился И И возрождался Опять же дети Когда ты приходишь к детьми А когда взрослые ведут разговоры И рассказы Яркие Они не наставительные Не назидательные Не дидактические А когда они слышат Из первых уст То что мы получили Из первых уст Они действительно В этом случае История проникается И им это просто Тоже интересно Когда Тысячу Во многих городах Я слышал Одно и то же Тысячу раз Вот человек прошел С портретом Вот он гордый Он гордый Ему Хорошо Конец Парада И все А вот Ну и как Что как Ну а я же вот Мне же хочется дальше Что-то сказать Что-то рассказать Да сказать Ну не в колонии же будем рассказывать Послушай А вот у меня Такой классный Классный Для меня еще Личие Вот эта история Продолжение Традиции Которую мой отец Делал Он 9 лет назад Нашел Наконец-то Место Захоронения Не захоронения А место где погиб Мой дед Напротив Плацдарма Невского пятачка Это было 2 ноября 41 года И Его даже Неизвестный Мест Точное место Захоронения Известный Некий пятачок Дед И вот мы После этого Почти каждый год Выезжали Вот в это место Вспомнить О моем деде Об отце Моего отца И поговорить Вот просто Побродить И вот это и есть Вот та идея Которую мы хотим Сейчас Инициировать 9 мая В 12 часов Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин